Нам надо поучиться социальной политике, заботе о больных, заботе о неимущих, работе некоммерческих общественных организаций, как она организована, количество волонтеров, которые добровольно и бесплатно помогают огромным клиникам. Есть клиники, где половина состава, которые не принимают какие-то критические решения, от регистратуры до уборщисти, работают на добровольцах. У нас это сейчас мало достижимо, к сожалению, в любой сфере благотворительности. Чему научиться Америке у нас? Знаете, все-таки я верю в понятие русской духовности, я верю в понятие милосердия не по моде, не по веянию, а по велению души. Я думаю, что, вы знаете, какие традиции благотворительности были у России до революции. Сейчас мы видим кусочки их возрождения. Вот это. И не псевдопатриотизм в вывешивании флагов, а истинный, да, вот можно назвать его, да, я не призываю вывешивать там русские флаги на каждом балконе, а вот именно преданность своему долгу, преданность своей родине. Посмотрите, я вот сейчас смотрю, где 20 лет я там прожила, сейчас я смотрю на количество людей, которые возвращаются сюда. И это отнюдь не те люди, у которых не состоялось, потому что мы не прижились. И почему-то нас тянет сюда. Не только ведь вопрос языка, культуры, мест, где ты родился. А отъезжающие из Америки, меня всегда потрясывало, что они все время куда-то переезжают. Из одного штата в другое. То есть крайне мало семей, которые всю жизнь прожили в одном месте. Крайне мало поколений, которые прожили в одном месте. Вот они мигрируют. Так что я думаю, что вот корням традиционности им надо у нас поучиться. Но, к сожалению, у нас есть и плохие примеры. Такое же безразличие, хамство, пьянство и все остальное. Такое безразличие.